Всем привет! Сейчас покажу очень интересный коттеджный поселок. Находится он на абсолютно ровной поверхности, в пешей доступности до моря. До моря здесь пешком 6 минут. Все в окружении зелени, очень экологически чистый район. Здесь есть горы, там есть форелевое хозяйство, можете порыбачить. Есть достопримечательности, 33 водопада. Есть кафе, рестораны, школы, больницы, садики. В общем, все есть в этом районе. Это перспективное место. Объясню, почему. Потому что здесь планируется построить яхтеную марину. Она уже утвержденная на генплане Сочи в Головинке. Плюс планируется построить большой аквапарк. Самый большой в России. Плюс уже есть аквапарк. Рядом тюльпановое дерево, до него пешком 7 минут. Ровная поверхность, чистейшее море, зеленый экологически чистый район, недалеко от Сочи. Плюс рядом находится станция Ласточки. То есть можно сесть на эту Ласточку и уехать в Центральный Сочи или в Красную Поляну без пробок. Что особенно актуально летом, когда пробки. То есть это аналог метро в Москве. То есть чем ближе станция метро, тем выше стоимость объекта. Как мы видим, территория ровная. Все дома в едином стиле. То есть нет никаких бараков, непонятных домов, видеонаблюдения. Рядом, кстати, вот церковь еще есть. Вот из-за этой церкви уже начинается море. То есть до моря буквально 5 минут максимум пешком. Давайте еще раз посмотрим. Вид в обратную сторону. Тут центральная дорога. Плюс еще преимущество. Там сейчас строят новую дорогу, которая идет в обход Сочи. То есть серпантин останется, которая есть, и новая дорога прямая. Она будет в Центр Сочи уходить и на Красную Поляну. То есть когда будет эта дорога построена, то дорога до Центра Сочи будет занимать 20 минут. То есть это о чем говорит. Что место очень интересное, перспективное. Будет рост цены. Плюс огромная яхтенная марина. Сейчас их в ближайшее время построят 4. Один в Адлере, один в Хосте, в Головинке. И по-моему еще в Лазаревском. А, в Ашер. И поэтому стоимость данного объекта тоже вырастет. Там будут фешенебельные отели. И здесь цена, внимание, всего лишь от 19 миллионов рублей. В данном коттеджном поселке. Где вы еще в Сочи найдете от 19 миллионов рублей. Этот комплекс строится по ФЗ-214. Реально, по ФЗ-214. Не самострой. Здесь есть ипотека от 6%. Есть беспроцентная рассрочка. Самое главное, 5 минут пешком мы попадаем на чистейшее море. Посмотрите, какая красивая территория. Все цивильненько, аккуратненько. И самое главное, что здесь безопасно. Здесь везде видеонаблюдение, тротуары. Все в едином стиле. Спокойно можете оставить в таунхаус, уехать себе в Москву, в регион. И никто у вас не зайдет, не сворует. Потому что охрана, камера, видеонаблюдение. Также вариант для сдачи в аренду. Как бизнес. То есть можете купить данный дом. Он будет из года в год расти в цене. Плюс можете сдавать в аренду и получать доход. Аренда летом в районе 15 тысяч рублей. Также есть управляющая компания, которой все это можно дать в аренду. То есть получается универсальный объект. И для отдыха подойдет, и для жизни. Потому что рядом вся инфраструктура. И для сдачи в аренду тоже подойдет. И цена от 19 миллионов рублей. Где вы в Сочи еще купите дома. Тем более в пешедоступности от моря. Да нигде вы не купите. И вот она церковь. Вот такая вот небольшая спортивная площадка. Ну в смысле спортивная с тренажерами. И вот здесь большая спортивная площадка. Еще смотрите преимущество данного поселка. Помимо того, что он строится абсолютно законно. На ровной поверхности. По ФЗ-214. Ипотеку можно купить. Миспроцентную рассрочку, как я и сказал. И еще здесь все центральные коммуникации. Абсолютно все. Включая канализацию. Плюс здесь есть газ. Что очень нам дает большое преимущество по коммуналке. То есть коммуналка в месяц выходит в районе всего лишь трех тысяч рублей. Представляете? То есть по сути даже квартира. Вот я живу в маленькой студии. У меня за квартиру коммуналка вот за этот месяц вышла шесть тысяч рублей. Вот что очень дешево. Очень доступно. Я с другой стороны вам хочу показать еще эту спортивную площадку. Чтобы вы представили масштаб. Это полноценный теннисный корт. Это универсальная площадка. То есть и в баскетбол можно играть. И в футбол, и в теннис. Причем теннис не уменьшенный, а больших размеров. Плюс здесь еще будет скейт-парк построен. Это новая очередь строится. Вот даже, кстати, отсюда уже шум моря слышно. Еще преимущество данного таунхауса, что нет вообще никаких проблем с парковкой. Даже в летний период места хватает всем. У каждого таунхауса свое парковочное место. Под навесом. Плюс еще есть отдельный гостевой паркинг. Итак, я поднялся в один из таунхаусов. Покажу его сейчас. Как он выглядит внутри. У него открывается вид на море. Вот он на море. Его и видно, и слышно. И пешком до него 5 минут максимум. По абсолютно ровной поверхности, по тротуару. Здесь большая терраса. Вид на горы. Кстати, еще преимущество данной локации, знаете, в чем? Если вы любите пляжный отдых хороший, где нет большой скучности народу, где у вас на голове не лежат люди, да, как в центральном Сочи или в Олимпийском парке, то здесь очень уединенно. Здесь большой шикарный пляж с чистейшей водой. Пляж полтора километра. Причем здесь мелкая галька. Очень приятный заход в воду. Не как в Олимпийском парке. Там большие булыжники. По ногам бьет. И сразу глубоко. Вот здесь намного в этом плане пляж лучше и чище. И больше места, и нет такого большого количества людей. Более того, я скажу, что здесь можно даже уйти подальше и уединиться, и посидеть спокойно, отдохнуть, почитать книжку или насладиться тихим, спокойным отдыхом без большого количества людей. Все том-хаусы здесь одинаковые площади. Это порядка 88 квадратных метров. Там плюс-минус пару квадратных метров. Вот здесь что мы можем сделать? Детскую такую зону для маленьких детей. Даже две детские зоны. Например, тут мальчик, тут девочка. Маленькие кроватки поставить. То есть он в принципе небольшой. 88 квадратных метров. Но его хватает для всех задач. Вон три этажа. Мы сейчас с вами на третьем этаже. Спускаемся по лестнице вниз. На второй этаж спускаемся. А эта лестница ведет на первый этаж. Здесь у нас спальня. Здесь небольшая комната. Типа кладовочки. Либо, например, если ребенок себя плохо ведет, можете его наказать и оставить его подумать над своим поведением. Ремонт вы можете сделать как здесь. Можете сделать на свой вкус. Можете немножко видоизменить планировку. Потому что изначально таунхаусы сдаются без ремонта. В черновом виде. В свободной планировке. И после этого таунхаусы я вам покажу, как они выглядят в свободной планировке. Без ремонта. То есть это большое преимущество, на мой взгляд, что они без ремонта. Потому что ремонт это дело каждого. У каждого свои вкусы, предпочтения и пожелания. Вот. Также есть вариант сделать от застройщика ремонт. Если вы сами не хотите связываться с ремонтными бригадами, чтобы вас кинули, обманули. Либо нет времени, либо вы хотите дистанционно, в другом городе находитесь. Вот. Также каждому таунхаусу дарится дизайн-проект в подарок. Еще раз говорю. Основное преимущество. То, что вы здесь берете по FZ214. Таунхаусы. Все в едином закрытом стиле. Это самое большое коттеджное поселок в городе Сочи. На ровной поверхности и в пешей доступности до моря. 5 минут ходьбы. Вы на чистейшем большом пляже в городе Сочи. Вы за такие деньги не найдете ни одно предложение. В городе Сочи. На берегу моря. На первой береговой линии. При этом здесь есть инфраструктура. Это не просто частный сектор. Это полноценный район. Со школами, садиками, с магазинами, со сбербанками. Здесь летом хороший отдых на море. Здесь есть парашюты, бананы, водные аттракционы. Все, что и должно быть у хорошего пляжного отдыха. И так у нас выглядит первый этаж. Здесь гардеробная небольшая. Счетчик стоит на газовый котел. Еще раз подчеркну преимущество, что здесь все коммуникации центральные. Включая и газ. При этом низкая коммуналка. Порядка 3000 в месяц у вас выйдет коммунальные услуги. Так, здесь я показал санузел. Вот такой небольшой санузел. И здесь у нас вот такая вот комнатка для хранения разных вещей. И сейчас вам покажу еще пример таунхауса, которые сдаются без ремонта, свободной планировки. Как вы можете их спланировать. Тоже 88 квадратных метров, но уже без ремонта. Обратите внимание, что здесь застройщик применил обожженный кирпич, красный кирпич. Он намного лучше, чем белые газосиликатные блоки, либо пеноблоки, которые используют в Сочи. Он намного лучше с точки зрения экологии. И он не боится влажности. По экологии он нерадиационный. Это 100%. Здесь просто глина и обожженная рисовая шелуха. И все. То есть даже чувствуете эхо. То есть он лучше и по шумоизоляции, и по теплоизоляции. Так у нас выглядит первый этаж. Газ заведен. Рекуператор стоит. Счетчик на газовый котел. Это вентиляция для свежего воздуха, чтобы не было плесени. Сейчас поднимаемся на второй этаж. Я еще хотел, знаете, что сказать? Преимущество летнего отдыха на море. Что здесь есть катера. Вы можете выйти в море за небольшие деньги. И посмотреть на дельфинов, фотографироваться. То есть здесь летом реально вам будет очень комфортно и достойно отдыхаться. Потому что есть весь спектр удовольствий, развлечений. Все, что вы хотите. И 33 водопада, и выход в горы, и джиппинги есть. И море в пешей доступности с чистейшей водой. Здесь есть все, что вы хотели бы видеть на морском отдыхе. Полноценные перекрытия. Здесь монолит. Монолит. И заполнение из красного обожженного кирпича. Здесь у нас большая терраса. Сейчас мы на нее выйдем. Кстати, еще знаете, что при плюс в данном комплексе будет большой бассейн. Он есть в проекте. Потому что это ФЗ-214. Такого не будет, что если это частная стройка, как в большинстве объектов в Сочи, что застройщик обещает, а потом не делает. Если это в проекте есть, потому что это ФЗ-214. Будет большой бассейн, порядка 20 метров в длину. И также строится, активно сейчас строится большой банный комплекс. Рядом федеральная дорога. Соответственно, еще раз говорю, что можно сдавать в аренду и в летний сезон, и не только в летний сезон. И получать доход от сдачи в аренду. Просто купить для сохранения капитала. Потом перепродать дороже. Потому что это инвестиция. Здесь рядом будет построена большая яхтенная марина. Новая дорога на Красную Поляну в центре Сочи. Место перспективное. И цены от 19 миллионов рублей. Ипотека от 6%. ФЗ-214. Беспроцентная рассрочка. Абсолютно все центральные коммуникации. Это вам все резюмирую. В конце шага мне позвонили и приобрели данный коттеджный поселок. Также у торцевых таунхаусов есть свои земельные участки. В общем, я рекомендую за небольшие деньги. Очень адекватное предложение. Самое главное в пешей доступности от моря. Это уникальный вариант. Где вы за небольшой бюджет берете себе хорошую курортную недвижимость. На первой береговой линии. Кстати, были зимой... Ой, зимой говорю. Были это ночью очень сильные дожди. Как мы видим, вода не стоит. Здесь сделаны ливневки. Я здесь работаю официально от застройщика. Жду ваших звонков. Все презентуем, расскажем. Также можем провести вам видеопоказ. Если вы из другого города. Прямо с объекта вам все покажем, расскажем. И скажем, какие таунхаусы есть в наличии. Кстати, по наличию общее количество таунхаусов 460 продано уже 370. То есть люди активно покупают, разбирают. Осталось 90 таунхаусов. Есть с ремонтом, есть без ремонта. Есть разные варианты. Самый дешевый на сегодня это от 19 миллионов рублей на 4 февраля. Нет, прошу прощения на 5 февраля. Сегодня 5 февраля 2024 года. Жду ваших звонков. Всем пока. Еще хотел добавить, что здесь помимо курортного отдыха, здесь вся инфраструктура для жизни тоже есть. Выходим за территорию. У нас тут магазины, пятерочки, магниты, озоны, вальдбери, сдеки. Есть все для полноценной жизни и отдыха. Еще и церковь есть, которую я показывал вначале. На нее пешком. Вот видно ее купол. Пешком буквально 2 минуты ходьбы. И тюльпановое дерево, которому более 250 лет. Можете почитать в интернете. Это большая достопримечательность города Сочи. В общем, крайне рекомендую этот проект для приобретения в городе Сочи. Всем пока. Продолжение следует...